Монашеская жизнь, по словам святых отцов, — жизнь равноангельная, совершающаяся не по законам мира сего, а по иным, небесным законам, и потому эта жизнь сопряжена с постоянным преодолением соблазнов, внешних и внутренних. В этом мироотреченном жительстве монашествующие все упование возлагают на небесную помощь, прежде всего, Матери Божией. Ведь она — первая совершенная монахиня, дева, явившая собою неповторимый пример посвящения Богу и сердца, и мыслей, и воли, и всех телесных сил. Чин монашеского пострига был совершен в храме Донской иконы Божьей Матери Старочеркасского мужского монастыря. Конечно же, постриг монашеский — это явление такое очень особенное, и, наверное, даже это свидетельство веры. Это когда человек осознанно выбирает смыслом своей жизни, причем полностью, не частично, не на 70% или 80%, а на 100% выбирает смыслом своей жизни Христа. Он готов всю свою жизнь ему отдать, готов жить в монастыре или там, где ему от святого послушания будет благословлено для того, чтобы служить Матери Церкви, Богу и людям. В молитве, в послушании, в тех трудах, которые будут в священном начале на него возложены. И это действительно свидетельство веры. Потому что только человек, который на 100% уверен в том, что Христос есть истина, жизнь и путь, может избрать его для себя своим смыслом, смыслом своей жизни. Сегодня принимает 7 человек монашеский постриг. Одновременно будет одно чинопоследование, во время которого будет пострижено в монашеский чин, в малую схему, как это именуется по церковному уставу, 7 человек. Ежедневно сердце болит за братью, переживаешь, конечно же. И особенно сегодня, когда пополняется наше войско духовное, наше братство монашеское новыми войнами, новыми подвижниками, конечно же, особенно переживаешь за то, чтобы они, взяв этот крест, донесли его до конца, чтобы они были искренни и пламенели в молитве, чтобы они возрастали в духовном, преуспевали в добром и благом всем том, о чем говорит Священное Писание, чтобы они возрастали в любви ко Христу. Вот это вот то, за что болит сегодня сердце, за то, что бы хотелось, было бы реализуемо в их жизни. Потому что те, кто сегодня принимает постриг, это люди, которые прожили в монастыре не один год. Пять лет, семь лет, десять лет. И, конечно же, я уверен во всех этих людях. И молитвенно сегодня также с ними. И надеюсь, что этот выбор, который они осуществили в своей жизни, будет приносить только добрые плоды и послужит их личному спасению и, конечно же, процветанию нашей святой обители. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok